у меня тут изменения а пусть будет здесь проявленные миры и здесь я собираюсь еще колесо фортуны руками нарисовать надо под руками то что в других эскизах уже есть как колеса фортуны я не взяла с собой аркан нарисованных золотая энергия значит здесь вот над ними я сделаю колеса фортуны которые проецируют влюбленные вот одно есть запрещение о дыхание жизни и ангстис будет переводится дыхание жизни совершенство да вот он золотой но вообще в принципе это медитация и про влюбленных чтобы не отвлекаться а значит сияние вот этого творения которое в паре равнозначные партнеры здесь я прорисовывала большую египетской манере с учетом что женщина всегда рисовалась ниже меньше чем мужчина и так подчеркивалась статус только несколько женщин несколько фараонов изображать своих жен равных показывая статус кстати по поводу равенства я сейчас ходу не найду но у меня на канале заставка там наверное отдельно сниму там а кстати да это же про них это влюбленная в принципе я когда рисовала эта энергия там была этой пары не знаю как можно где это сейчас найти это надо о солкина найти потому что так будет видно тамеритамон и ра ее муж я потом их сниму отдельно в их гробницах много статуи с ней и с ним она жрица верховная жрица хатор ра и еще кого-то и необычная личность свое время и он главный архитектор и тоже выдающаяся личность верхушка пирамиды там ну не фараон но верхушка социальной лестницы и он всячески подчеркивал в своей загробной пирамиде будешь заказано это все задолго до смерти подчеркивал статус своей супруги что она была отдельной единицей отдельной значимой социальной единицей очень важным значимым для египта человеком жрицы и нескольких куртов она часто изображена с этим ними жрица хатор сестрам там с минетом она певица бугора по моему была очень красивая женщина со своей естественной красотой она вы даже свои локоны выставляла из-под париков а обычные египтяне брились потому что вши и все остальное и даже фараон женщина фараон обычно была без волос редко когда со своими волосами были женщины вот она их выставляла перед париком показываю что да она себе может это позволить и очень красивая женщина и когда слушаешь историю этой пары и когда смотришь их все фрески все что изображено в их гробнице проникаешься любовью вот я когда рисовала влюбленных египетской манере я вспомнила не фараонов были такие пары а вот прообразом было мире тому я вероятно в тот момент и нашла ее изображение и поставила себе на заставку вспомнила сейчас только просто открылся открылась вкладка с моим каналом я смотрю на ее лицо и думаю что там не здесь все как-то об одном и том же да в одном и том же наверное я сниму один на края этих двух людей их скульптурные портреты действительно красивые люди и собственно говоря с их основной статуи гробницы и нарисована наверно да потому что когда я их рисую я помню о мире того но когда вот сейчас прорисовывал я помню этих людей которые жили я знаю сколько столетий назад и они там кстати чего и о чем о чем начала говорить они там в равных на смысле изображены одинаковым размером это равенство во влюбленных равенство и кстати что еще хотела сказать может быть и там где-то я прорисовывала старший аркан второго женщина цветок и других мест другие арканом есть кристальный отдельно есть кристальный сириус и есть забыл еще назвала тоже зарисовки немножко другой энергии больше из древнего египта и кристальный здесь меньше кристаллах вот в этой версии катюниной и что хотела сказать забыла что хотел сказать про катю не подумала забыла а да иногда же влюбленные изображаются как выбор между мужчиной между двумя партнерами иногда как ангелами архангела михаилом скрепленный брак в классике и каждая колода несет свой какой-то оттенок и свой смысл есть по несколько влюбленных в колоде было и такое у меня таких много у меня более 200 колод и есть несколько раз повторяющимся влюбленными по-разному изображенными и интересно когда они одновременно раскладе выпадают у меня вообще рука не у меня будут может быть еще с защитой ангельской там с третьей фигура как в классике но третье лицо меня не прорисовывается да это выбор но это выбор уже сделанный то есть через это уже шаг за выбор сам аркан подразумевал что надо было делать выбор или когда ты его видишь он подразумевает что надо сделать выбор сердцем но здесь уже выбор сделанный сердцем это не обязательно что надо там выбрать то что вы считаете что человеку полезно выбрать сердце может он любит убийство и его сердце тянется убивать и ну он значит должен выбрать убийство может он любит склеп и его сердце тянется жить склепим значит он должен выбрать склеп и они поля с пшеницей как вы считаете что так правильно что это правильно созидательный эволюционный выбор а может ему это не выборы может его действительно вибрационно тянет совершенно другое место и кто-то больше всего в жизни ценит деньги и комфорт и пофигу все остальное ну да это выбор его сердцем он выбрал он если он искренне хочет только этого и больше ничего другого значит это выбор сердцем а если он хочет умом денег выбрала ему там хреново значит это не выбор сердцем потому что когда выбор сердцем ты окрылен ты счастлив ты паришь и тебе больше ничего не надо вот это остановись мгновение ты прекрасно не больше ничего не надо если есть это состояние если ты ставишь поток истины и он сияет очень также какие твой выбор но об этом может отдельно сниму видео может даже проведу упражнение как научиться считывать истину и потом ею проверять хоть и ежесекундно все продукты в магазине слова людей глаза поступки намерения места события информацию ну и все остальное как вот как и таро можно своим внутренним компасом все это определяйте не ошибаться так вот если потоком истины смотришь на это она мне больше в этом мире ничего не надо и ура все получилось значит это выбор сделанный во влюбленных по любви ты любишь этот поток эту энергию ты ее имеешь если же тебе там что-то не нравится если ты несчастье на задыхаешься загибаешься жизнь потеряла смысл хочется чего-то другого значит неверный выбор надо перевыбирать